Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok который поднимали неоднократно а переехать системы образования за тех кто будет работать своей я на всякий случай напомню что согласно у нас агронома как когда резко сокращены предметы которые должны готовить гражданин русские литература история географии через только иностранный язык и как и странно общество знания 6 класса я как доктор философских наук беру и утверждать что смысла в эти общество знания 6 класса никакого нет эти еще этих вопросов как правило не воспринимают потому что в этом классе они изучаются как лучшим случайно начать в агентство со студентами соответственно мало что в головах детей меняется фактического результата нет запомню что у нас число знаний было только в 11 классе но поколение было гораздо более социально ориентированным чем современное поколение у меня внуков у кого-то химии надо переориентировать школьный план за тех кто будет работать на свою страну равно так в последнее время вот остается тема болонского процесса подготовили очередной законопроект по переводе болонского процесса добровольный режим так это было с 96 по 11 годы и тогда 90 процентов всех уходили специалисты поскольку качество образования бакалавра значительно он за 40 процентов получает меньше специалист занятий сейчас о том что нам надо мягко говоря проявлять осторожность болонским процессом говорят уже не только представители политической но и правящей партии может не было бы счастья это несчастье мы сможем как-то сориентироваться на классическую условно говоря губы она же российская советская система высшего продавания точно так же как мы думаем что надо вернуться и уже внести такой законопроект вопрос о добровольности единого квадратского экзакта для того чтобы избавить значительную часть от этой самой тренировки я смотрю на часы и вижу что мое время приближается к завершению уважаемые коллеги единственное с чем я хочу обратиться к участникам нашей конференции мы будем периодически размещать наши законопроекты на разного рода инфраструктурных ресурсов и будем просить вас вас у них поддерживать в форме бисерок государственных в форме условно говоря лайков если они вам понравятся на соответствующие сайты нам очень важно общественное мнение мы хотим надеяться что сила общественного мнения попозже нам принять те решения которых во многом нуждается наша наука и отечественное образование спасибо за внимание спасибо Олег Николаевич мы продолжим нашу конференцию и я себе сам предоставлю слово поскольку моя помощница сейчас еще в дороге конференцию будут вести ваш покорный слуга Миронов Анатолий Степанович институт радиотехники и электроники академии науки там сотрудником являюсь ведущим электроником и Наталья Яковлевна Кионова которая подойдет немного спустя конференция организована нашим объединением общественным объединением конгресс работников образования науки культуры и техники здесь присутствует сопредседатель по инженерной части по технически Борис Викторович Роздов и наши составы мы видим и чувствуем это основные работники науки работники образования представители нашего корпуса инженерно-технического и технических профессий преподаватели и что бы мы хотели сейчас действительно Олег Николаевич что страна находится на переходном на переломном этапе своего существования и те мысли которые рождаются в наших головах они должны быть изложены в таком физически ощутимом виде для того чтобы можно было реально с ними работать и подключить те ресурсы которые еще не задействованы и те ресурсы о которых мы собственно и будем сегодня говорить итогом конференции должны стать те решения которые будут приняты и согласно стать общей установке или общей целевой направленности нашего конгресса мы здесь предлагаем мы предлагаем не просто сами мысли но которые должны быть задействованы физически интеллектуальные человеческие и прочее и ведущим так сказать заботчикам в этих программах и идеях должны быть сами люди то есть вовлеченность наших участников членов конгресса является непротивным условием для продвижения тех изменений которые они рекомендуют конгресс на этом построен и я думаю что это является ключевой момент по организационной части нашего нашей работы регламент у нас примерно мы посчитали из того времени которое закончено в 6 часам получается по записавшимся 8 минут как дело пойдет мы будем сейчас придерживаться примерно установки по 8 минут каждому ну это посмотрим как если надо будет то по вашему желанию значит мы будем давать и здесь будет два перерыва у нас один перерыв где-то во время 13 часов он будет программ у вас обозначен на полчаса здесь есть хорошая столовая можно пообедать и после второй части нашей будет еще один перерыв небольшой для того чтобы все докладчики имели возможность выставаться в конце нашей работы где-то после 5-15 примерно до 6 часов мы подумаем на тех какие резолюции нам надо принять и по сути это будет завершающая часть конгресса который проходит с первого мая начиная мы должны с вами подумать на итоговой резолюции конгресса с первые три дня по сути сегодня это работа идет совместно и параллельно социальным форумом который начал свою работу в Санкт-Петербурге на связи у нас люди которые участвуют и в социальном форме поэтому наша работа здесь сегодня это дополнение которое принимается на социальном форуме но наша так сказать позиция она будет выражена в итоге вот собственно там водная часть которую я хотел сказать да еще значит у вас есть возможность выставления презентации причем в дистанционном режиме тоже и здесь демонстрировалась я попрошу Евгения еще раз вывести на экран почту по которой дистанционно участвующие в нашей конференции могут послать свои презентации для того чтобы они были установлены и дистанционно можно по этим презентациям будет показывать содержательную часть выступлений вот благодарю за внимание и у участников и в первую очередь те кто реально приехал сюда не поленился не остался у себя дома и не принял участие дистанционно дистанционно и надоело благодарю благодарю организаторов за приглашение и тем более за предоставление мне слово в качестве первого участника о чем я хотела бы сказать я хотела бы сначала отреагировать на первое выступление вообще на все те и именно на все а на все те выступления которые звучат в последние как минимум 10 лет мы все констатируем факты отрицательные факты негативные факты которые происходят в нашей стране при всем при том мы свою страну вырываем почему-то из всего мира но никоим образом не хотим обозначить причины данных явлений и данных процессов происходящих в нашей стране эти причины достаточно глубокие и они глобальные они присущи всем странам всего мира особенно это заметно вот уже третий год третий год мы живем в состоянии ни перелома ни переходного периода мы даже не стоим на краю пропасти мы уже летим и мы скоро разобьемся потому что та ситуация то состояние та система в которой мы сейчас живем мы стараемся жить на самом деле мы выживаем это система глубокого кризиса капитализма системного кризиса и мы забываем об истории а если мы не помним об истории о нашей истории то мы обязаны пройти ее не раз не два и циклы у нас трехсотлетние если кто помнит художественную литературу если кто помнит опять же нашу историю если кто помнит шедевры мировой мировой кинематографии 300 лет что же происходит по окончании 300 лет а вот в 1916 году Владимир Ильич Ленин написал небольшой очерк который кстати был разрешен царской цензурой печати тоненький но никто его читать не хочет а мы все с вами изучали в школе изучали и назывался это точек империализм как высшая стадия капитализма и давайте вспомним все пять чем основных чем в конечной стадии капитализма это конечно же и концентрация производства и это образование финансового капитала финансовой олигархии это и вывоз капитала и это образование могущественных международных монополий так называемых сегодня трансфункциональных корпораций между которыми именно сейчас уже поделим территориально мир и ведется борьба за передел этого мира и ведется он идеологически и тут стоит вопрос а где идеология в нашем коне официально она запрещена а на самом деле она есть она существует мы все прекрасно знаем что это за диалоги идеология того чтобы никоим образом не вспоминать великое будущее той страны которая была уничтожена в девяносто первом году и добита в девяносто третьем году это идеология антисоветизма и она процветает но я сегодня не об этом я хочу сказать об идеологии той науки которая сейчас преподает идеология экономической науки экономия идеологии экономической теоретической науки у нас нет идеологии девяносто первым сирой девяносто третьем году во всех вузах отказались от политической экономии потому что она была за идеологизирована там марксизм ленинизм коммунизм социализм и так далее. Да, никто не спорит. И нам сказали, что так, западная наука под названием экономикс, которая будет считаться, она не обладает никакой идеологией. Как это не обладает? А буржуазная идеология всеобщего потребляйства и отказа от нормальной человеческой жизни, отказа от творческой составляющей жизни человека, это не идеология? А поклонение золотому тельцу, это не идеология? А изучение исключительно только бухгалтерских проводов, это не идеология? А теперь мы говорим, что с нашей молодежью? А давайте посмотрим вокруг, где молодежь? Я молодежь здесь? Так простите меня, я нахожусь в таком возрасте, когда Владимир Ильич Ленин, тот самый, который вот тот самый очерк написал, он уже в этом возрасте, уже умер, создав первое в мире государство рабочих и крестьян. Где молодежь? А молодежь у нас сидит вот в этом, так называемом искусственном интеллекте. И они уже в голову ничего не закачивают. И те, которые закачивают информацию себе в голову, они должны благодарить своих преподавателей, профессоров и доцентов, которые заставляют всеми правдами и неправдами, то есть не мытьем, как катанем, ввести обыкновенные бумажные 90-листовые тетради, писать там лекции, решать задачи, писать эссе, сочинения и так далее. Где молодежь? Она отсутствует. Мы говорим о новой индустриализации. О какой новой индустриализации можно говорить? О какой новой индустриализации? Мы 8 лет находимся в состоянии импортозамещения. Где это импортозамещение? Мадам Атвененко говорит, у нас гвоздей нет. Да если у нас гвоздей нет, у нас и металлургии нет. У нас судостроения нет, у нас авиастроения нет, у нас ничего нет. У нас проблема в том, что уничтожили производство как таковое. А я хочу напомнить, что производство это реальный сектор экономики. И только реальный сектор экономики отличается от сектора услуг особенностью одной. Именно в реальном секторе экономики производится прибавочный продукт, который потом расщепляется на части и одна из частей идет в социал-город. А потом мы задаем вопросы, почему у нас на здравоохранение не хватает средств, а почему у нас на медицину не хватает средств, а почему у нас на культуру не хватает средств. Мало того, что у нас принцип распределения совершенно другой. Все идет на строительство ягд и собственных домов, вилл и так далее. Так мы же сами еще и потом сокращаем этот продукт. Мы сократили, мы ничего не производим. Есть очень хороший сайт у меня, ребята, статистический сайт, причем с очень хорошим анализом. Автор его Колобеков, если кто захочет, может зайти и посмотреть. У меня студенты пользуются этим сайтом, где написали своих курсовых работ и остальных научных статей. Вы посмотрите, каким образом мы деградировали. Мы говорим сейчас, что у нас заморожены бешеные средства где-то там у них в миллиардах, сотнях, миллиардов долларов. Так простите, фонд национальной безопасности где у нас находится? Кто за него отвечает? Естественно, финансово. А где он находится, что ли? У американцев, что ли? У великобританцев и так далее и тому подобное? Да нет. Не там отнаходятся. А у нас спокойно в центральном банке лишить. Сколько еще надо? Что? По времени сколько? Но если мы ограничиваемся времени, а временем это одно, если мы ограничиваемся мыслью, которую нужно закончить, это другое. Если мы хотим резолюцию написать, то мы должны друг друга выслушать. Я заканчиваю, в любой ситуации я заканчиваю. Вы поймите, деньги всегда найти можно. Мы что, на конце 20-х годов в лучшей ситуации были? Мы сейчас киваем. Давайте возьмем пример с Китая. Что там брать? Цифровой концлагерь брать? Что там происходит сейчас? В Шанхае, в Пекине людям на улицу выйти нельзя. Из окон выбрасываются. Давайте возьмем пример еще с кого-то. А с себя сами. Я и начала с истории. Мы взять пример не хотим. Конец 20-х годов, что лучшая ситуация. Что они во окружении этих буржуазных волков мы находились? Я не боюсь этого выражения. Они смогли, пригласили, Форда того же самого, пригласили с его технологиями, с его конвейерами. Но параллельно развивали всю систему. Что сейчас это сложно сделать? Не сложно, и деньги найти можно. Мы богатая страна, да мы вообще можем существовать в виде автархии. Огромные ресурсы и природные, и человеческие. Проблема в том, что нет у нас плана, того самого плана, подобного плану Гойл-Роа. Где эти планы? Сначала план, давайте, а потом будем думать, что будет реализовывать. Вернее, параллельно думать, где план. А нет плана. Потому что, как в той песне, очень известной, в 90-х годах говорили, нету воли и нету разума. А вот нам нужно воля, потому что воля и разум. А уж каким образом она появится, эта воля и этот разум? Честно вам хочу сказать, я не знаю. Все. Во-первых, я хочу поблагодарить за то, что меня пригласили на такой форум. Тем более, я все-таки физмат-человек. Но я бы хотел сказать, что, значит, обсуждение, которое сейчас идет, совсем другого ландшафта мировой политики. С нами воюют не только информационно, не только экономически, но уже реальные военные действия, реальные терроризмы в нашей территории. И самое-то опасное, что впервые за 30 или 40, за 70, 50 лет говорят о возможности ядерной войны. Вы без этого ландшафта обсуждали проблемы, как мы так будем с наукой заниматься. Мне кажется, я бы сказал, что сложно. Я быстро продвигался, но все-таки надо сказать с науки. Вот я сам учился у удающихся людей в Московской государственной университете. Так вот, значит, последняя новость. МГУ не вошел в рейтинг 200 вузов. А вот когда несколько месяцев назад он вошел в другой рейтинг, 158, кажется, это был как большой успех. Пусть сказать, ребята, все, с ума сошлись, что ли? МГУ – это лучший вуз мира. Мои коллеги из Америки, с которыми я работаю, значит, его считают лучшим вузом в мире. По крайней мере, в первую пятерку. И любой выпускник Московского университета в Америке принимается до ура даже в военно-промышленном комплексе. А у нас, значит, мы верим в эти игры, рейтинги, значит, всякие там эти игры, которые делают. Вот я бы хотел в нынешней ситуации что сказать. Я знаю, как молодежь, если вы понимаете, что такое. Но вот сейчас страна должна вести очень акцентированную политику и не мягко там выражаться. Мы в институте Примакова находимся, он развернул самолет. Так этого сейчас недостаточно. Сейчас надо просто агрессивную политику вести с Западом, если они на нас так с нами, так, значит, обращаются. Вот вам пример, когда была даже, когда только страна наша формировалась. А у нас тамгольский синдром. Мы начинаем любить, уважать тех, кто нас оскорбляет и нами пренебрегает. Вот я здесь хочу сказать, вот ничего нового не произошло. Мы сейчас с вором, значит, наторская под Америкой. Это было кукрылицей, это давно было. Ничего нового нету. Вы посмотрите. А вот что сделал Хрущев, когда Англия там, как сейчас ведет себя, это Англия, он сказал, что вы так хотите себя ведите, когда вы там непотопляемые авианосицы нападили на нашу страну, но три бомбочки, это буквально цитата, и ваш островок перестанет существовать. После этого пригласили в парламент, и он там выступал. Вот вам как надо обращаться с Англией и с подобными ними, значит, которые еще, я уже не говорю, я не буду тут ненормативную лекцию по поводу Прибалтики и Польши, значит, но это серьезная ситуация. И вот у нас сейчас что? У нас сейчас там как бы ритуальное посещение, вот эти два петушка им подарили петушки, значит, и, значит, вот европейские, значит, вот это мадамы и руководители, ну это же просто не лезет, им трубы выносят, и они ходят как на экскурсию. Даже Гитлер себе такого не позволял, он на трубы не смотрел, а вот она цивилизованная Европа, к которой мы должны равняться, значит. Значит, я уже говорила об этом, но мы профессорское сообщество, вот мы должны все-таки иметь свою позицию, и власть должна к нам прислушиваться. Вот что было в СССР? В СССР была фундаментальная наука, это Академия наук, вузы, отраслевая наука, пилотные разработки, высокотехнологичное производство, и поэтому мы были передовые в мире, и по науке, и по образованию, и по производству. Сейчас пытаются университеты, учреждения РАН в производство. Вот мы прямо должны, вот РАН должна, значит, напрямую в производство. Где же вот эти вот необходимые этапы? Ну, я не буду, сейчас уже сегодня акцентировали, я просто хочу на одном акцентировать. Такая цепь воздин, он доставляет Беларусь. Я с полной ответственностью говорю, в Беларуси все, что было при советской власти, работает, все заводы и фабрики работают, все наука и образование, правда, тоже под наше влияние. И вот поэтому именно наши олигархи ее не только не любят, ненавидят и мешают. И вот кроме Беларуси у нас нету, по виду, никаких союзников, да, ни на них. Ну, я хочу вот сказать про инвестиции. Куда надо вкладывать инвестиции? Мы очень скромное место занимаем по этой таблице, неплохо видно, но хотя бы не в пирожки, и там в СПА-салоны вкладывать инвестиции, а надо вкладывать высокотехнологичное производство. И вот вам пример Америки. Вот венчурный бизнес. Вот что это такое? Это не значит, что это большие прибыли. Вот кто-нибудь может обвинить Америку, что она не любит деньги? Но тем не менее 15% вложенных денег ничем не кончается. Это рискованный венчурный бизнес, и там никого за это не сажают. А американцы считают это допустимо, поскольку это создает инфраструктуру, это создает опыт у людей в далеком горизонте, это может быть, это оправданно. Большие прибыли только 30% дают. Все остальное убыточное. Вот что мы венчурно. И вот нам надо венчурное вызвать производство, которое, значит, ноу-хау, там, или где наука действительно нужна. У нас, по-видимому, до многих это не доходит. Вот сейчас у нас главная задача – цифровой суверенитет России. Вот все, кто здесь сидят, у них мобильники, ни одного элемента нам отечественного нет. Ни одного. Так цифровой суверенитет России нам не надо равняться на эти компании. Так мы уже никто никого не догонит. Мы должны свои миши найти. И, значит, где мы конкурентоспособны. Такие миши есть. Это микронанэлектроника на новых физических принципах. Я физик, и мы этим занимаемся. Я не буду сейчас говорить об этом, поскольку здесь. Но есть реальные достижения. Я просто пример приведу. Вот такая российско-белорусский симпозиум был в Академии наук, где обсужались очень серьезные вопросы. И вот это мы двигаемся. И здесь мы впереди планеты всей. Мы как бы перегоняем, не догоняем. Вот это та сфера, вот такие сферы надо найти, где можно перегнать, не догонять. Ну, и я вот здесь наши результаты по этому поводу. Я не буду на них останавливаться. Но я хочу сказать, что это санкционный период. Это новая нормальность, по-видимому. Но, смотрите, вот где у нас, значит, у нас только информационная технология. Триллион рублей мы платим за это. И вот в это за всякие лицензии. И вот в этой ситуации, в этой ситуации мы, значит, требуем от бизнеса, был ковид, сейчас санкции. Бизнес, и что мы работаем с бизнесом совместно, чтобы он, вот интеллектуальная собственность, которую он у нас приобрел, чтобы она зарабатывала, капитализировала. Коллеги, вот Дума приняла, что отстать от малых индукционных предприятий на два года. Вообще не проверять их. Президент это сказал. А у нас непрерывная прокуратура – это терроризирует бизнес. А что вы сделали за интеллектуальную собственность? Вообще это фикция, теллектуальная собственность в нынешней ситуации. Это вообще, как бы, нужно, если в Америке, кстати, в основном это ноу-хау. И там секреты производства не разглашаются. А у нас все открыто публикуется, все видно. И это огромные проблемы для национальной безопасности. Это просто не сведение нашей... Ни одному резиденту ЦРУ не снилось, что такую информацию он может иметь от нас самих. И поэтому вот эта вот открытость – это просто угроза национальной безопасности. Ну и я завершаю, просто хочу сказать, на кого мы ориентировались? Вот это ЕС, которая наконец-то признала, что атомная энергетика имеет право на существование, а у нас уже тоже начинался, значит, как его, этот синдром. Ах, Европа не хочет, его не будем иметь. Наконец признал. Теперь, значит, комитезоновый это рак. Кричали, человечество гибнет, все, все холодильники выделили, фреон выделили, это был бизнес-проект. И на нем многие обогатили. Сейчас кричат о, значит, потеплении климата – это бред. С точки зрения науки никакого потепления климата нет. Вот смотрите, американский, график американских ученых за 2000 лет. Через каждые 200 лет, вот видите, красным – это потепление, синим – это похолодание. Вот с 22 года начинается похолодание. Покупайте шубы. Так что никакого, значит… И вот этот бред, который идет, фундаментальная наука у нас, нам не надо эту фундаментальную науку встревать в производство. Там много есть промежуточных. А вот фундаментальная наука как раз и говорит «Все, что Европа предлагает – бред». Они вообще-то свора какая-то под управлением американцев. Вообще у меня поражает, что мы на них так реагировали. Ну и я хочу сказать, что вспомнить… Вот помните, у Ленина была работа, как нам реорганизовать РАПКРИН, рабочую христианскую инспекцию. Сейчас вот очень актуально мое предложение, как нам реорганизовать ЧИН-ГОСИН, чиновничью государственную инспекцию. Нас затрахали всякими проверками, всякими индикаторами, всякими этими. В НГУ все знали, кто такой ученый. Все советские журналы были, значит, что называется, авторитетные. И авторитет был по тому, кто в них печатается. Лауреат Нобелевской премии Ландау писал одну-две статьи в год. Лауреат Нобелевской премии Капица писал одну статью в пять лет. А сейчас они на ассистента бы не прошли, даже в нашем периферии не будет. Ну и я вот сейчас хочу сказать, вот в резолюцию ставят, что надо, ЕГЭ убрать эту индустрию, значит, не приглашать этих иностранных ученых, половина из них, и спецслужб, значит, ориентироваться исключительно на нашу науку. Вот в РГУ не сел на фитсфаке, такой очень лозунг, который мне очень нравится, никаким Хиршем першень не сбить. Если тут есть люди, которые знают, что такое першень, то от того, что у вас будет огромный Хирш, или там вас будут цитировать, от этого ни одной ракеты не прибавится, ни одной бомбы не прибавится, ничего не прибавится. Поэтому наплевать найти индекс, извините за неакадемическое выражение. Надо работать. Вот вам еще солнечный энергетик. Вот смотрите, какие площади выходят из хозяйственного оборота. Вот мы имеем возможность 14,2 квадратных километров. Вот здесь сидят дома, вот сейчас весна, они моют окна, потому что грязные. Так вот эти солнечные энергетики, эти солнечные батареи, их надо непрерывно чистить. Понимаете, на чек-капыду у них падает очень сильно. Так вот на площадь 14,2 квадратных километра вы как это будете чистить? Тем более добыча в пустыне стоит. Но я вот на этом заканчиваю. Я просто последний знак хочу. Мы сейчас находимся в состоянии войны со всем миром. Вот так получилось. 25 стран оружие поставляют и говорят о ядерной войне. Ведь сейчас учения проходят супер, значит, НАТО, вблизи нашей границы. Они хотят много, открыть несколько фронтов. Сейчас Украина, будет Калининград, значит, как его, сейчас Армению, Америка тоже подстраивает под это. И, значит, таких может примеров привести. Так вот, давайте мы вспомним того, кто нас привел к победе, под чьим именем шли к победе. И вот наше дело. Право враг будет разбить, и победа будет за нами. А вот, чем надо заниматься. Не у Катаре, научно-иссердский, опытная с русскими разработками, а не с ПА-салонами после 23-х часов. После 23-х часов, значит, что делать в СПА-салоне? Бюджет Москвы развалился, поскольку эти публичные дома после 23-х сотня работают. Значит, это во время, значит, как он называется, ковиды. Вот мое предложение, значит, вот все сакцентироваться, как это было в Советском Союзе. Вот сегодня уже было сказано, атомный проект, космический проект, машиностроение. Это основные отрасли, по которым мы должны работать. У меня вот там много предложений, то есть 16, начиная от ЕГЭ и кончая, значит, всякими другими вещами. Сейчас предстоит большая уборка территории нашей страны, и акценты на себя, на внутреннюю, значит, ситуацию. У нас есть ученые, и вот это вот заигрывание с молодежью, когда это распыление грантов, это, знаете, они же, конечно, изделия не создают, фитюрку создают, а кто будет создавать? Вот сидящие научная школа и опытные профессора и, значит, группе, надо им давать свет на финансирование, как в свое время решали из-под космических исследований. Он получал смету, и мы были в космосе впереди всех. А руководил, кстати, космическая программа одно время Академик Келдыш, математик, который, значит, никогда в производство не имел отношения. И поэтому вот это заигрывание с молодежью, мы даем гранты, это, встоль и не средства, а истинным научным школам не дают, это с точки зрения электората может быть. Но с точки зрения, сейчас закончили, экономической независимости страны и национальной безопасности, это вредит. Спасибо. 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 Вы знаете, я тоже буду крахтую. Во-первых, я хотела поддержать Марину Леонидовну, я не абсолютно согласна, и хотела сказать следующее, что у нас сейчас почему-то как-то очень винято все время ссылаться на то, что было в советское время, и что надо повторить, то-то надо повторить. Это почему-то совершенно, наверное, что был совершенно другой социальный, экономический строй. И самое главное, что была советская власть, были стилистические отношения и не было эксплуатации. Сегодня у нас совершенно другой строй, и поэтому не случайно первая дисциплина, очень, которая у нас была реферизирована гуманитарно, это была политокоманная. Я всегда студентам объясняю, что резина была именно для того, чтобы люди не поняли, какой строй нас верли и что у нас строят. Поэтому надо говорить совершенно откровенно, я думаю, что нам, в общем-то, действительно пора спуститься с небес на землю и говорить о реальной проблеме, которая перед нами сегодня стоит. Значит, во-первых, я хотела бы напомнить, что когда в конце 80-х, 90-х годов перестатела перестройка, то речь пришла о очень простой вещи. Как строить нас пока что как суверенный субъект, по крайней мере субъект, который действительно сохранил какую-то свою суверенность, вот этот глобальный капиталистический мир. И я хочу сказать, что я могу здесь, но в то время, в середине, в конце 80-х годов, я помню, как он лидирует как раз в плане исследований транснациональных корпораций. Это был как раз период, когда корпорации переходили на уровень фактических передовых субъектов мировой экономики, мировой политики. И здесь именно в ММО занимались расследования этих новых субъектов. Значит, когда началась перестройка, все это было свернуто. А транснациональные корпорации перестали говорить о реальных субъектах экономики и политики. И сюда вклынула вся эта либеральная. И фактически мы решились возможности изучать реальную экономику. И мы видим, что она была заменена вот этими мифами, либеральными мифами. И вот под этим вот под этот шум такой, да, серый шум этих либеральных густых идей происходила следующая вещь. Который очень хорошо описал наш философ Панарин Александр Панарин о том, что приватизация всего, что здесь в России в нашем Советском Союзе Былософском будет осуществляться в два этапа. Первый этап – это приватизация населения, передача всей собственности, которых унижал раньше народу небольших лиц, богатых, которые потом стали называть олигархами будет. А потом второй этап – это изъятие у этих олигархов собственности, передачи ее уже глобальному капиталу. Значит, вот сейчас мы присутствуем при этом этапе. Поэтому та модель, которая была принята в рамках капиталистического устройства, которые нас свергли в начале переструйки, она себя исчерпала иначе число не потому, что она пребывает в кризисе, да, не потому, что, так сказать, она показала свой несовершенств, а потому, что она выполнила свою задачу. Вот сейчас, мы должны это честно сказать и признать, идет окончательная зачистка, идет приватизация глобальной структуры нашей собственности. Поэтому мы видим то, что происходит в промышленности, да, это фактически реально зачистка. Да, дальше то, что мы видим в образовании, в здравоохранении, это показали эти два года, да, это фактически перевод нашего здравоохранения под тотальный контроль глобальной структуры, полос, который на самом деле является просто чисто техническим инструментом в руках крупнейших парт-компаний и цифровой компаний. И самое главное, значит, мы должны понять то, что происходит в системе управления государством, он переходит на цифровую компанию. То есть сейчас выполняется следующая задача, и моя няня на абсолютно права, и идет о том, что, почему-то мы очень много, да, говорим про шваба, про великую перезагрузку, но почему-то ее никаким образом не применяемо в отношении анализа нашей страны. А здесь происходит то же самое. Значит, что предполагает это глобальное нагнуление? Он предполагает ликвидацию национальных суверенитетов, национального государства, национальных лиц. Поэтому сегодня идет эта ликвидация. Вот это ускорено, это был процесс в период так называемой пандемии, хотя это никакая не пандемия, мы видели, что происходило, да, тотальная синхронизация, и сейчас она продолжается, идет полным ходом. Значит, ни один из цифровых проектов у нас нет. Пересмотры неликвидированы, наоборот. Да, у нас собирается все остальное, а это идет. Поэтому, когда у нас реально говорят о новой индустриализации, то это большое лукарство, потому что нам нужно реально индустриализацию, чтобы сохраниться. Но этот термин не используют именно потому, что он был под запретом. Это больше что я хочу сказать, что цифровизация систем управления, цифровизация образования, цифровизация здравоохранения, все эти проекты, они реализуются, ни один не остался. Ну, причем они реализуются в рамках общего проекта. Это не наш проект, это глобальный новый проект. И поэтому, когда мы говорим о том, что нашей стране необходим суверенитет, то давайте смотреть правде в глаза. На чем может основываться этот суверенитет? Этот суверенитет, в первую очередь, должен основываться на своей суверенной идеологии, на своей суверенной системе ценностей. Есть она у нас, нет. Потому что наше мировоззрение, наша система ценностей, вписано в этот либеральный оккультный проект. И не случайно наша церковь, когда руководство нашей церкви незадолго перед всем этим процессом в 16-м году фактически решили какого-либо суверенитета, потому что Голландская уния она фактически поставила крест на нашем православном благословии. И у нас существует перевод на западную теологию. Поэтому теология была привлечена наука, хотя благословник не может быть наукой. То, что должно лежать в основе нашей системы ценностей, потому что мы знаем, что и советская этика, наши советского морального хорняка, христианского морального все это было фактически объединено. Поэтому сегодня мы пребываем в полном идеологическом мировоззрительном вакууме. Нам не на чем основываться. Единственная идея, которая есть, национальный действие, патриотизм, так вокруг чего? Вокруг задержания этого какогоого национального действия, вокруг чего? Этого нет. Совершенно, соответственно, гуманитарные наши наши полностью молчают. Они повторяют излагать старые схемы уже давным-давно жившие себя никому не нужные, потому что мы прекрасно понимаем, что та идеология, которая сегодня переходит в глобальный вид, она фактически отрицает гуманизм. Не только что христианство, но и гуманизм. Христианский гуманизм, просветительский гуманизм, потому что она давным-давно перешла на трансгуманистическое мировоззрение, это охотное мировоззрение, которое превращает человека в фактически просто экспериментальный объект. поэтому сегодня наша главная задача, если мы хотим реальность университета, то это в первую очередь перевод возвращения нашей традиционной ценности традиционного мировоззрения, это формулирование совершенно четких, ясно социально-экономических задач, и в первую очередь мы всегда подчеркиваем принцип социальной справедливости, который не возможен из социализации. признание того, что та идеология мировоззрения, которая сегодня справедливается на Западе, она абсолютно античеловечна и противочеловечна, поэтому она будет выражаться не только в форме этого бандерасского фашизма, который у нас очень много говорят, но и чему это помогает, а вообще об этом трансгуманистическом античеловеческом графе, который лишит восстановы любого цифрового проекта, и генического проекта, о чем у нас сегодня занимаются генетики. И мы на этом они занимаются геническим проектом реализации, почему об этом молчат. И поэтому я считаю, что если мы сегодня здесь собрались, мы можем сделать что-то конкретное, чтобы наш голос послушать, потому что в первую очередь мы должны поставить вопрос о том, что мы должны запретить реализацию проекта цифровой школы, потому что проект цифровой школы решит в основе образование. Мы получаем студентов, которые не умеют умить именно потому, что они приходят из школы, которые сегодня не являются школой как таковой, нам не дают никакого образования. Там программируют, поделают что угодно. Мы видим это. И сегодня сейчас наносится фактически последний удар по нашей системе образования школьным, потому что с сентября поступает в силу нового федерального образовательного стандарта для школы, который дегрализует фактически доцифровой школы и делает не обязательно для всех. Поэтому я предлагаю от имени нашей конференции и в нашей резолюции потребовать запрета проекта цифровой школы как антигосударственного, как диверсионного, как наносящего вред здоровью психическому и физическому наших детей потребовать запрета не допущения федеральных образовательных стандартов и поставить вопрос об отстранении министра Красова с поста министра, потому что он фактически реализует антигосударственный проект, диверсионный проект. Именно сейчас, потому что кадры, именно сейчас, когда подготовка кадров зависит школы, именно по школе нашей наносится последний удар, решительный последний удар. говорите откровенную правду. Все родительские общественные организации об этом говорят, их никто не слышит. Сколько мы писали заявления в генеральной прокуратуре у нас не слышат. Вот, уже Патрушев стал говорить о том, давайте тогда раз уже Патрушев поставил вопрос о советской школе, напомню Патрушев, кто ликвидирует эту советскую школу, кто делает невозможным ее о возрождении. Спасибо. Я, может быть, конкретизирую, хотя Николай уже итог подвела, но я конкретизирую, что волнует родители ряд самых разных российских региональных, межрегиональных, может быть, даже общероссийских общественных организаций, вот как раз по теме цифровизации вот этой МЭШ, РЭШ и так далее. То есть Российская электронная школа, Московская электронная школа, каких-то иных проектов, которые в отдельных регионах реализуются, мы не всегда даже об этом знаем. Значит, в условиях реализации федерального проекта образования, национального проекта образования, реализуется федеральный проект цифровая образовательная среда, в рамках которого проводится как бы эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с постановлением проекта Российской Федерации от 7 декабря 2020 года номер 2040 и апробации дистанционного обучения российских детей. Вроде чего очень активно выступают самые различные группы российских родителей. Но это как бы факт уже очевидный и крайне многочисленный. подтвержденный очень большим количеством примеров. Родители российских детей выражают свою беспокойность рядом негативных тенденций. Но я перечислю 10 основных. Каждый из них постараюсь шифровать насколько это будет важно. Первое это разрушение образа классической российской советской педагогики. образ детского сада и школы как второго дома для маленького человека где он осваивает начальные социальные роли трудности вместе с учиться дружить общаться преодолевать трудности вместе с воспитателем и учителем целенаправленно и методично подтачиваются высказываниями и действиями людей опирающихся отнюдь не на научные исследования а на конъюнктуру рынка образовательных услуг. Зачастую принципы воспитания просвещения образования формулируются не профессионалами а руководителями коммерческих организаций такими как публичные акционеры общества Сберг Греф например он этим активно занимается в частности отечественных общественных исповедующих ценностей глобализма трансгуманизма то есть Греф это откровенно говорит что он трансгуманизм есть еще у нас Песков такой Дмитрий который советником президент является по вопросам цифровизации и он тоже активно признает что он является трансгуманистом стоящими стоящими на позициях уничтожения отечественных общественных преимуществ открытые неоднократно подвергающими критике традиционно отечественную систему образования который по их мнению российское общество имеет избыточный образовательный ландшафт перепотребление знаний учителя репродуктора отжившую классово урочную систему наличие экзаменов ежедневный стресс и ужас при посещении школы и общении с учителем это я буквально цитирую отдельные первые Германа Грефа почему весь непрерывный процесс воспитания просвещения и образования выстраиваемые на протяжении многих десятилетий и даже летов должен претерпеть радикальные изменения без какого-либо научного обоснования лишь по прихоти нескольких оголтелых лиц не имеющих к нему никаких подходов и интересов кроме коммерческих и глобалистических проведения интересов глобальных лиц на территории Российской Федерации на примере российских детей вторая проблема которая волнует наших российских родителей это доминирование бизнес интересов и международных программ в процессе образования в том числе в школе и в вузах проводниками цифровой трансформации системы воспитания и посвящения образования в российских федерации реализуем в рамках международного проекта будущее образования и навыков образования 2030 организации экономического сотрудничества и развития это очень серьезная организация международная экономическая считающаяся наиболее развитыми государств признающих принципы представительной демократии свободы и речной экономики значит эта программа является фактически насильственной осуществляется российскими властями через систему министерства образования науки через систему министерства просвещения через какие-то акты принимаемые правительством российской федерации через различные программы и в частности даже региональные программы проводимые в том числе и коммерческими организациями к этим организациям можно которые проводят такие программы в интересах программ ОС относятся в частности автономная некоммерческая организация агентства стратегических инициатив совместный проект представителей российского международного бизнеса частная бизнес-школа московская школа управления Сколково Национальный земляческий университет высшей школы экономики Российская академия народного хозяйства государственной службы при президенте Российской Федерации благотворительный фонд вклад в будущее все перечисленные организации и представляющие их лица самовольно присваивают себе право решать вопрос о том какими будут воспитания и просвещения и образования в Российской Федерации направляя законодательную и исполнительную власть Российской Федерации к своему традиционной отечественной системы образования к технократизации стремясь к получению финансирования мероприятий по достижению этих целей за счет средств бюджета России основной их аргумент требования бизнеса и якобы будущее экономики развитие технологий и искусственного интеллекта но в этих проектах нет ни слова об общественном запросе на цифровизацию образования этической стороне преобразований психологическом и физическом воздействии на детей возможных поделить детьми индивидуальных чьих способностей к социальной адаптации решения прав и свобод ввиду широкого использования персональных данных в докладах на различных форумах руководители нас организации в одну-две минуты как-то закончите в одну-две я тогда перечислю программы и подведу итог программы основные комплексы вопросов которые родители очень волнуют я еще раз повторю разрушение образа классических педагогик это проблема номер один проблема номер два доминирование бизнес-интересов и международных программ в этом процессе образования воспитания и просвещения третья проблема отстранение педагогов и родителей от процесса принятия решений в области образования то есть кто-то решения принимают программы какие-то там у кем-то ну правительством формально утверждаются в рамках национальных проектов они реализуются но мы никогда не знаем кто отвечает за эти проекты кто их инициатор но тем не менее все работает как часы но все работает против человека против наших детей третья проблема четвертая проблема замена классической дидактики 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 цифровой педагогики пятая проблема смена знания его подхода на компетентность шестая проблема это нарастание электромагнитного воздействия на детей в процессе всех этих программ образования седьмая проблема ухудшение здоровья школьников восьмая проблема реализация государственных услуг в сфере образования в электронном виде и фактически уже практически только в электронном виде то есть подавляющая часть наших детей там до восьмидесяти девяти там девяносто трех процентов вообще выбрасывается в электронный вид о получении какого-либо образования а элитные какие-то там ну шесть процентов может быть они учатся фактически по классическим стандартам но и они там какие-то будут карьеры иметь эти люди убежать куда-то за рубеж в то время как остальные люди просто будут вычеркнутые жизни подрастающие поколения когда вырастут девятая проблема это оценка качества образования на основе зарубежных методик десятая проблема недостаточное внимание государственных средств массовой информации к проблемам образования воспитания и просвещения исходя из вышеизложенного общественная организация родителей считают целесообразным первое сохранить воспитание просвещение образования как социально значимое благо не превращать это в услуги выпадающие под рыночное регулирование второе содействовать я предлагаю вот эти 8 пунктов их как-то вы знаете вот все что вы сейчас перечислили это настолько крайне важно может быть мы просто это возьмем в резолюцию как вот люди согласны я вот в резолюции 8 пунктов это проблема 10 проблем я обозначил а тут у них еще у родителей 8 пунктов вы знаете может быть если у вас как-то напечатано может мы это как-то пустим я вообще файл присылал дважды в адрес организаторов конференции в том числе второго числа потому что мы можем потом проголосовать в целом и просто принять в резолюцию потому что здесь все абсолютно верно ну то есть текст во всяком случае есть который можно сейчас просто мы просим прощения потому что там зуми очень много народа тогда я прекращаю предложение для включения в резолюцию нашей конференции я сразу хочу сказать что впереди высыпающие мне понравились нам нужно приготовиться если у нас ладыка на связи как это проверьте ну он должен быть в том что он 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 у нас присутствует то вы читаете что она вообще не в себе это бот обыкновенный сейчас сейчас он просто прощение он он все не это не он не он не он если честно я специально не готовился а буду говорить то что мы тоже сами мне впереди выступающие понравились правильно очень лично здорово вот с некоторым я знаком раньше встречались на форуме а вот и подготовки конференции мне кажется даже раньше в начале 90-х не было потому что вспоминаю с удовольствием те мероприятия сегодняшнее мероприятие оно видимо посвящено консолидации наших усилий перед которыми страна сегодня находится тем более санкции которые пошли кругом и они заставляют нас мобилизоваться по сути дела вот мы нашим депутатским объединением которое сохраняется уже многие годы и которое организовали еще в седьмом году потому что у меня честно появилось настроение что вроде начали понимать что пора возвращаться к прошлому времени но это так сказать понятие длительное получается очень но мы организовались тогда и начали проводить форумы в доме союза которые посвящены были тому что было в истории нашего общего государства союза Советской Социалистической Республики и что надо бы сохранять между народами твоими будущими и на свете я тоже выступал все время и говорил что нам надо сохранять наше государство для наших детей и внуков это я выступал там и говорил чтобы видел чему идешь получилось так что я все время в Молдавии был в Молдавии жизнь сложилась отец военный я видел те процессы которые здесь не видели в Москве понимаете не видели что идет говорили НАТО так и было когда говорили она здесь уже республика в нашей вокруг России уже есть а я всегда СССР понимал историческую Россию так оно образовалось поэтому и школьное образование сейчас сегодня говорили оно нас воспитывало тогда независимо в какой республике мы жили мы думали о стране и я в молодости где только не был и все были равны и на съезде когда мы собрались я с уважением относился ко всем но все понимали труд хотя потом вставали потому что не так вот говорили об образовании сегодня очень правильно рядом например Украина за 30 лет они сумели родить поколение которое не понимает то что было в истории они историю свою не знают и мы видим воюют сейчас молодые ребята а как они они не понимают у них одни мысли москаляка на гулянку гулянка ну как это может как там же сколько денег было вложено а как у нас мы тоже слышим о том что денег не хватает на образование на науку не хватает понимаете поэтому откликнувшись на те события которые были 24 февраля начались подписали письмо путина тоже написали что мы поддерживаем принятие необходимых мер по стабилизации мирной обстановке признание республик этих в силу того что там началось я лично почему так говорю у меня там родственники живут с Курской области в свое время переехали живут горлов как роматорцы слушайте там братья двоюродные еще мы от всей краины не откажемся это занимается живое сразу но вместе с тем принятие мер в нашем обращении к Путину было написано надо принимать срочные меры в развитии экономики нашей российской потому что без самостоятельной независимой экономики у России нет будущего вообще здесь правильно говорилось и об электронике которую мы покупаем это все понимаете особенно не делаем о промышленности которая у нас была в 90-е годы на уровне промышленности США по проценту по 20% вот а если говорить это как-то не задевается мы на своем тридцатилетии посвященном съезду первым специально подготовим материал сколько было сколько стало сколько было у нас в 90-ом году и сколько если служить все республики сколько сейчас увеличение аж к 19-ому году а сейчас наверное уменьшилось еще аж на 13,1% вы представляете ВВП наш общий государственный был мы бросили разрушили и пришли к чему 40-50% всего промышленности во всех республиках в том числе и в России было было меньше и что же говорить правильно здесь поднимаются вопросы я считаю что это очень важно причем опыт исторический у нас тридцатых годов я не говорю о Китае а наши тридцатые где мы по 10-15% в год давали вынуждены были дать потому что тоже были прицелом сейчас мы на этом тоже находимся и надо принимать своими по обрабатывающей промышленности понимаете которые станки трактора автотранспорт авиационные вы все прекрасно это знаете я просто повторяю мы своих самолетов я был на Воронежском авиационном заводе там 10 самолетов оранжистого пускали и и 14 ну поэтому экономика дальше экономика основа идея решения социальных проблем в социальной сфере но в экономике надо другие тоже отношения изменить никаких офшоров и с олигархами надо решать проблемы это тоже потому что сколько можно денег не хватает а по 100 миллиардов в год почти уходит за границу а денег на образование не хватает на медицину не хватает а вы прекрасно это тоже все знаете поэтому правильно то что научный круг создается создается людей не хватает надо и правительство изменения делать соответственно один поле если путин вдруг заговорил о мероприятиях это хорошо но нужна и команда у нас команда людей опытных очень много и с этим надо считаться ну и буду углубляться сильно я хотел бы что у нас в этом году будет 100 лет создания СССР 30 декабря и надо бы как-то к этому подготовиться и вот мы сейчас мало того что я сейчас и с инициатором совместно с Гоболиным Сергей Николаевич создать не просто народ это организация народных депутатов а народных депутатов ФССР и РСФСР и всех депутатов и Госдумы кто поддерживает наши цели и задачи вот таким образом чтобы подготовить хорошую конференцию хорошую стадию когда ее провести можно будет договариваться но опыт обменяться на этой конференции и какие-то реальные предложения высказать это было бы очень полезно я как бывший плановик я был сам директор института планирования госплана в Молдарии и плановый деятель здесь неплохо знал потому что делал такую работу как схемы развития размещения предыдущих сил в новых рамках схемы СССР этот у нас институт Новобилова вы наверное знаете СОПС при Госпании СССР а при царе еще КЕПС комиссия по изучению естественных ресурсов это очень хорошая организация которая работала по всей территории вот а плановая деятельность я напомню вы помните предшествовала программа научно-технического прогресса это говорит о науке где вот назывались предложения но эти предложения уже готовились в рамках Академии наук в рамках этой программы в общем которая на 30 лет работала вперед представляете на базе ее принималась генсхема потому что мы обобщали и куда в отраслях где что могло пройти уже планировали десятилетние пятилетние годовые что это было логично вот этот опыт я думаю нужен и если говорить о планировании то меня наверное поддерживает что нужен институт планирования институт планирования как он будет называться не госплан или как но эта структура нужна нужно усилить централизацию в управлении государством рынок это хорошо рынок это формула как действовал 90-е рынок все отрегулировать но этого не может так что так что мне бы хотелось чтобы все вопросы которые вы принимаете чтобы они действительно принимались в жизни и надо их поддерживать у нас у нас то что мы пытаемся сейчас обвинить сторонных депутатов всех городов вот чтобы это было нам тоже подспорьем спасибо 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 Продолжение следует...